Сейчас спросили одного из мифороков для мужчин один принципиальный вопрос. Я сказал там, что вообще надо научиться быть евреем. Он спросил, умный человек, а что такое быть евреем? Как это жить, как еврея? Я вам расскажу одну историю, немножко объясню ее. Я слышал эту историю от одного из двух учителей. Она одна правильная еврейская женщина, преклонного возраста, сделала такое утверждение. Она сказала такую вещь, что больше всего, часть уже происходит в мире, это делают все вышлими. Непонятно. А что с личинством? Если делают все вышлими? Кто-то делает Путин или Байден? Какая она правильная женщина? Она объяснила себе. Большинство уже простых в мире, это видно, что делают все вышлими. И тут, понимаете, основа еврея – это жить, как Абрама вернул из Хакия. Что это значит? Это жизнь, жизнь с верой. Все испытания Абрама были связаны с целостностью его веры. И в ИИ, то, что он бросился в печь, то, что он вышел из Междудельщия, пошел в Ефес-Рой и дальше пошел потом в Египет. Все десять испытаний Абрама – это испытания веры. Я вам скажу одну вещь. Есть у нас в Торре что-то над заповедей, и все они обязательные. Не все напрямую относятся к каждому из нас. Допустим, если мы не коэли, не священники, то есть у нас не заповедей священников. Но есть у нас в целом то, что-то надо заповедить, которое мы в целом должны себя принять. Есть в Масахат Макхот, тема, что поколения потом как бы обосновали все то, на меньшем количестве заповедей. Я слышал тогда по этому поводу объяснения арбитского цитбера. Оно единственное возможное по большому счету. Тут не идет речь о том, что, не дай Бог, поколения после этого, они освободили нас от части исполнения этого. Они просто дали нам какие-то основы, что если мы их исполним, то мы действительно сможем исполнить это. И в завершающем там в море сказано, что пришел пророк Хабакук, и все было основано на одном принципе. Правильник в верность своей будет жить. Садыкль Бамоноса Ихы. То есть, тут, в этом месте, в этом месте, нам открывают наши мудрецы, что основа еврея, основа всего – это вера. Вера – это вера. Когда мы говорим, что вера будет жить, в этом месте есть много объяснений. Есть тут одно, что жизнь ему направляется, его верой. А есть, кроме того, еще дополнительная вещь, что эта вера дает ему жизнь. И в этом мире, в мире градусе. Человек живет верой, это жизнь и радость. Я знал людей, больших людей из Казенбера, вообще ничего, Пимкуса. Люди, с которыми были немало-немало очень тяжелых вещей в жизни. Но они были очень радостными людьми. Почему? В силу веры. То есть, когда мы говорим, что мы евреи. Евреи – веры. Евреи – веры. Евреи – веры. Евреи – веры. Свои веры. И наше наследие веры наших прородцов – это то, что наши предки, в многих поколениях пошли на смерть для этого евреиста не изгиблили. Эта сила, которая у нас есть, мы получили нашей предки. И надо научиться жить сверху. Я хочу просто такие вещи сейчас объяснить. Это требует постоянно работать над собой. Постоянное знание, что Всевышний правит миром. И только Он правит миром. И более того, что Он правит не только миром, но также всем, что происходит с каждым из нас. То, что называется святой языке Ашбиха Протыльти. Личное наблюдение. Это личное наблюдение. В этом надо думать. Когда человек впитывает в себе эту веру, которая у него потенциально есть, мы евреи. То вдруг жизнь ему изменяется настолько к лучшему. Он не сердце на других. Он не гневается. То есть он начинает жить иначе. Это, в частности, объяснение тоже сказано. Садик бы просто ехали правильной глядой свободы жить. У человека здесь пытали выйти на работу. Там есть какие-то сомнения, конечно, в области. Я думаю, что вы знаете эти проблемы лучше меня. Вопрос такой. Не выйти на работу, а что кушать. А выйти на работу, там, соброшить, там, возможности нарушения то. Когда человек живет без веры. Он говорит, это для себя без веры, это опасно для жизни. Так что могу поделать? Я могу не работать. Человек смелый, он знает, что все вещи вы смешивали пропитание. И ему нет проблем у всей мышки дать пропитание для всяких нарушений. То есть его выбор в этой ситуации, это выбор веры. И поэтому надо выбрать исполнение этого. И эти испытания, которые нас сопровождают всю нашу жизнь, есть еще вид испытаний. Молодой человек или девушка, хотя же не жениться, не выйти замуж, хотя бы послать еврейскую семью, но вдруг не идет. Человек, который живет без веры, так он жениться или выйти замуж, что-то не были. Люди уже сталкивались. Даже вроде бы религиозные люди, которые отступали в этом, как они находили подгоняющим еще духом. А вот если человек живет с верой, он дождется самого еще духа. Есть у нашего великого автора в книге «Обязанность, сердце, сердце» «Ховасадболис» замечательная притча. Где испытывается наша вера в частности, то в нашем отношении к заработку. Он говорит следующую вещь. Человеку свыше запрокодлирована первоплата, заработок, просто шаман, венгипук, и он его получит. Он просто как получит? Если он будет жить с верой, он будет не коферным способом. А если он живет не с верой, он получит что-то другим способом, не коферным. Но получит только сам, больше не получит. «Ховасадболис» приводит такую притчу на что-то похожее. Человек упал в пустыню. Сырдон, что называется, выйдет из пустыни, он пил минимально, он хочет воды, не видел, что пить. Он выходит из пустыни, и перед ним лужа с грязной водой. Какое удовольствие? Можно стать на чистой рейке и попить. Попил, весь, так сказать, наполнился грязной водой, он еще 100 метров, чистый рожили. Гоголя положила вода. Положила вода. Он вышел из пустыни. Это притча великого автора книги «Обезный сердец» на ношение к заработку. Он живет с верой, он не пьет воду из души. Пьет воду из души. Он ждет чистой воды. Слава Богу, не покупается, когда есть ситуация безопасности жизни. Это просто пример жизни сверху. Всегда, всегда, силой нашего народа была тем, что мы жили и живем сегодня сверху. Я приду просто пример, как жилистеры наши великие вчителя. Когда Равис Буиска, лицензия Александровичника, оказался со своим старшим сыном, осозненным нацистами в Варшаве, он никогда не заботился о хлебе на завтра. Только на сегодня. То, что мы сегодня, он говорит, это можно спокойно съесть, но в авторе было другое. Сыны боялись, но папу пытался, чтобы экономить, но это просто. Всевышний каждый день воздал его питание. Это примеры. Это на полношенном счету основы всего. Это работа над собой, и прежде всего вера, вера в то, что Всевышний правит миром, и вера в то, что может происходить над Всевышним. Это может быть наказание, есть иногда не очень хорошие новости у людей, болезненные новости. Надо все так к лучшему, небольшое правило того, все сделать Всевышний так к лучшему. Это надо наполнить саму себя. Наполнить саму. И надо понимать его в случае, что если вещь не случайный, если он происходит, не надо себя виноват. Надо искать, понимать, что это привычное сделано пословным или благом, или внешним неблагом. Но это неблага тоже хорошо для нас, так это исправление наших грехов и нашему грехов. Я думаю, что если каждый, кто меня слышит, подумает об этих вещах, немножко подумает, как укрепить себя к вере и к довению к Творцу. Доверию. Все так. Слово или муна переводит русскоязычную веру. Это не точно переводит. Есть смысл этого доверения. Нам надо всем учиться доверять Всевышнему. Всего хорошего. К тем, кто уже уезжает, я прощаюсь. Хорошего года, здравой зимы. И кто хороших новостей, кто-то еще не женился и ушел замуж, куда устроится хорошая близкая душа и хорошая семья. А те, кто не остаются, они уезжают, они выгнуты, потому что, что он купит эту дрону. пом ăn я, парочку, у вас серьгу, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...